Жители деревни Блисманил из столицы Филиппин были вынуждены покинуть свои затопленные дома. Тайфун Гаэми принёс сюда и в северные провинции проливные дожди и наводнения. «Мы спали, когда рано утром начался дождь. Мы проснулись около пяти утра, когда паводковые воды начали заливаться в наш дом. Многие люди травмированы, боятся, неуверенные переживают, поскольку уровень воды продолжает подниматься. Со вчерашнего вечера мы призываем к принудительной эвакуации». В столичном регионе, который включает 16 городов и не менее 13 миллионов жителей, власти отменили занятия в детских садах, школах и университетах. Также приостановили работу большинства правительственных учреждений. Скорость ветра Гаэми составляла 155 км в час с порывами до 190 км. Сейчас тайфун движется в Тихом океане в сторону Тайваня. Рано утром в среду на его пути также оказался японский остров Исигаки. На него обрушились ливни и сильный ветер. Ожидается, что Гаэми принесёт до 250 миллиметров осадков, продвигаясь к Тайваньскому проливу. Метеорологическое агентство Японии призывает жителей префектур Исигаки и Окинава оставаться дома и быть в состоянии повышенной готовности на случай оползней и наводнений. Как ожидается, Гаэми станет самым сильным штормом, который обрушится на Тайвань за последние 8 лет. На острове уже закрыли торговые центры и школы, а улицы города почти опустили. По прогнозам, в некоторые горные округа Центрального и Южного Тайваня тайфун принесёт до 1800 миллиметров осадков. В регионе уже эвакуировали более 2000 человек. Дожди, как ожидается, продлятся до 31 июля.